Зачем люди целуются? Ну, чтобы друг другу дарить радость, веселье, чтобы никому не было скучно. Чтобы было приятно. Чтобы друг друга полюбить сильно. Чтобы хотеть ребенка. Люди целуются во всем мире, но в каждой стране это происходит по-разному. Например, эскимосы просто трутся носами, а вот австралийские аборигены целуются, приложив лоб к лбу. Кстати, во многих странах можно целоваться, только оставшись наедине. Когда у тебя просто твой парень или твоя девушка, вы только два, это нормально. Если много человек вообще-то не уважаем. В то время, как в СССР секса не было, поговаривали, что в стране восходящего солнца не было даже поцелуев. Вообще, в Японии, Китае, Корее и на Ближнем Востоке к поцелуям до сих пор относятся очень серьезно. Если девушка целует мальчика или мальчика целует девушку, значит, любовь или нравится. Но просто целование у нас не принято. Мама что-то тебе говорит, там нельзя целоваться. Да, нельзя. Что говорит? После университета можно. О том, что это полезно, говорят и ученые, и психологи. Например, простой поцелуй в щеку сжигает пять калорий, в то время как минутный поцелуй по-взрослому до двадцати шести. Кстати, привычный французский поцелуй по-другому еще называют а-ля каннибал. А в самой Франции он зовется поцелуй душ. Разрешено у нас в восточных странах после того, как поженятся. После женитьбы, после свадьбы. Сегодня считается, если в кино никто не целуется, фильм обречен на провал. А ведь первый раз целующихся людей в кино показали еще в 1896 году. Фильм длился всего 30 секунд и так и назывался «Поцелуй». Принято целоваться на улицах, в щеку даже. Это могут быть люди одного и того же пола. То есть они приветствуют друг друга. Это как бы проявление радушия. Они целуют друг друга в качестве приветствия в щеку. Но это абсолютно недопустимо, когда происходит между людьми противоположного пола. То есть люди противоположного пола на улицах целоваться не могут. Если сложить все поцелуи человека за его жизнь, то в среднем получится, что он целуется примерно две недели. Но есть и выдающиеся случаи. Рекорд по долготе поцелуя поставлен в Таиланде. Пара целовалась более 58 часов. Но, кстати, не факт, что они делали это правильно. Ведь лекции о поцелуях проводятся только в американских университетах. До свадьбы могут? Да, до свадьбы. Это не важно. Если мы хотим, мы целуемся. Больше всего поцелуи популярны в России, Европе, Азии и Северной Америке. Но ученые пришли к выводу, что чаще других целуются именно русские. А во сколько лет можно начинать это делать? Ну, можно хоть в годик начинать целоваться. Наверное, с двух. Двух. В шесть. Восемнадцать. Нужно быть взрослым, чтобы целоваться. С днем поцелуев! Ирина Мокрецова, Дмитрий Сухоруков, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...